В 1402 году Амир Тимур со своим любимым внуком, со старшим внуком Мухаммед Султаном, они сражались с турецким султаном Ельдарем Боязетом. Это тот человек, который сломал Османский империй. Тимур брал под Вазармаджан, чтобы отдыхать. Внук домой, командир. Но между Ираном и Армением он внука ранили. Ранил ножом, он умирает. Просто сломать Тимура было нелегко. Поэтому враги начали охотиться на любимого внука, чтобы сломать Тимура. Когда умер внук, Тимуру стало плохо. Такой кадр уже не найти. Любимого внука, вот он справа от вас, там был общежитие, где жили гости-паломники. Там похоронили любимого внука. А через год, в 1044 году, Тимур из Ирана приглашали знаменитого архитектора и начали строить вот этот красивый мавзолей. Но не увидев это мавзолей, у Тюрбова поход на Китай. Зимой, 18 февраля 1045 года, Тимур умирает в Казахстане, город Отрад. Отрад на то, что в Таразу. И начался борьба за власть между братьями. А дальше продолжал другой внук, ученый, астроном, математик Мирзу Олдом и Боргой. Этот мавзолей стал цар Сеус и Панец. Высота этого мавзола до мавзолей 36 метров. Купол двойной. Между первым и вторым куполом 10 метров пространства. Пустота. Толщина стен мавзолей 5 метров. Фундамент 20 метров глубже. А зачем это? А, жара, чтобы... Когда мороз, то зимой, летом температура мавзолей плюс 10-15 градусов. Вот голова. Отопления, да? Нет. Проблем с головой, поэтому покупаем коньционер. А слева у нас там была школа. Да, здравствуй. А кто был этой женой? Тимура. У Тимура там было всего лишь 17 жен и 24 народа. Одна из них была очень жена. Это кто? Вибиханун. Вибиханун, да. Тимур поднялся с нуля. Его отец не был. Ханом Велимировым. Завоевав города. Туста, туста. Ноль. Он бег. Снежекайся, поднял. Но что-то долго. Поэтому здесь такой хитрый ход. Он женился на Вибихану. А Вибихану была пронучка Чингисхана. Потом дали титул. Амир Тимур Курагани. Что вперед означает «Зиадхана». А между прочим, это не Чингизь еды. Чингизь еды. Турелер. И вот такая была история. И сейчас тоже идет такая хитрость. Спрашивают, что… И, уважаемые гости, в Самарканде был дворец, где жил Тимур Куксарай. За вами сейчас гостиница Афрасем располагается. Вот она. Чистит это же здание. Там, в этом же месте, был дворец, где жил Тимур. Территория дворца, как историки доказали, 32,5 гектар земли. И этого края расти дворца просто… От него ничего не осталось, кроме вот этих камней. Дворец был разрушен в 1868 году под приказ генерал-губернатор фон Кауфмана. Они строили полк. И в 1953 году при раскопках были найдены вот эти камни. Пожалуйста, помните, посмотрим.